Девушки отдыхают саунд-продюсера, правильно? Здравствуйте. Я так понимаю, что не просто участник, а победитель конкурса нового, она в трёх номинациях. Да, какие-то были номинации. Ну, номинации, три номинации музыкальные. Премия по Муз-ТВ, получается, там разыгрывалась. Также Авторадио и, насколько я помню, Мегафон. И что они тебе дали? Мегафон мне дал денег на клип. Я снял себе клип. В Муз-ТВ подарили ротации на ТВ, а Авторадио, соответственно, на радио. То есть, всё, что мне нужно было, это написать хорошую песню. И мне уже можно было снять на неё клип и поставить и на ТВ, и на радио. Что я и сделал. Ну, все вот эти премии, они имеют некий денежный эквивалент, какая из этих трёх номинаций была самая значительная? Ну, я думаю, что, если уже о денежном эквиваленте говорить, то это съёмки клипа. Снимал я клип в Киеве. А почему в Киеве? С командой Пистолет Фильм. Ну, там больше что-либо таких команд с креативными идеями. Украинцы, ни для кого не секрет, что они как музыку круто делают, так и саунд продакшн, и снимают хорошо. Я сам-то, в принципе, в Украине. И ты же из-за породы самого, да? Всё верно. А как вы вообще относитесь ко всей этой ситуации, которая там... Ну, я написал песню, это всё меня, если можно сказать, вдохновило на создание такой песни, которая, клип недавно вышел на неё. И более того, два дня назад я был в Донецке. Ну, вы понимаете, да? То есть, как бы выступал там, презентовал песню. Ездил просто сам выступить для людей, которые лишены возможности того, что к ним ездят. Ну, к ним никто не ездит. Кто-то побаивается, я не знаю. Кто-то считает, что это аполитично. Киевских властей или побаивается какой-то шальной пулей? Чего побаивается? Ну, и там же бомбят по-прежнему, всё это продолжается. Просто недалеко вчера, или позавчера от Министерства культуры Украины сделал заявление, что жители Востока, да, они генетически неполноценные. Как они там, завезённые? Да, что-то такое. Я не знаю, что они там говорят, по-моему, они все подсходили с ума. Там же списки какие-то есть? То есть, вы не входите в этот список запрещенных въезд? Ну, уже, наверное, вхожу. Теперь. Да, теперь, да. Теперь клипы будете снимать в Астрахани? Теперь я, скорее всего, уже вхожу. Но я просто в какой-то момент понял, что это не по-человечески. Всё, что происходит, нужно, если мы музыканты, мы что-то делаем, мы это делаем для людей, а не для того, чтобы заработать бабла. Но очень многие музыканты... Тем более, песни, которые я поставлю сегодня у вас на радиостанции, совсем свежий трек, он как раз раскрывает такие темы. Ты о небе над нами, да, сейчас говоришь? Да, о небе над нами, да. Как раз вот такие тяжёлые, острые темы раскрывают песни. Ну, слушай, мне интересно, я посмотрела клип, там вот я в двух словах расскажу, чтобы было понятно. Рассказывать клип – это мощно. Да, я могу. Вы поднимите, но какой-то расскажете. В общем, действие там происходит на заброшке, как я понимаю, да? То есть это развалины руины, идёт речь о двух друзьях детства, там есть кадры, как они встречаются в детстве, обмениваются амулетами, играют в футбол. Друзья, друзья или… Друзья. Сначала они маленькие, потом они, друзья, живут напротив друг друга в разрушенных домах. Друзья-друзья. Друзья-друзья. И дети их тоже дружат, но тут приходит человек со шрамом такой на пол лица, в кожаном плаще такой из 90-х, и их ссорит. Он сначала одному что-то нашёптывает, другому нашёптывает. Да, всё верно. А строители начинают строить между двумя домами? Друзья. И есть кадр, как ты целишься в вахтанг, и ты вроде бы как в него стреляешь, но стреляешь на самом деле в человека. Это с вахтангом. Друзья. И стреляешь на самом деле в этого человека, который вас разъединил. Мне вот интересно, а кто вот эти два человека, это какие-то определённые друзья, потому что мне понравились твои посты «Грузин и хохол в русском подъезде», например, как вы друг друга называли. Друзья. Мы просто друзья, просто хорошие друзья. Можно, не знаю, вообще речь не только о том, что у нас происходит рядом, в Украине, и это об отношениях. Во всём мире сейчас это происходит, во всём мире эти революции сфабрикованы, и во всём мире… А вы никого голосовали? За Клинта или за Трампа? Ну я, честно говоря… Саус Парк хорошо выяснили эту историю, но я, конечно, был ближе за Трампа, потому что я ещё, если Трамп это для меня неизвестное событие, что будет происходить, то Клинтон, для меня эта женщина неадекватна. Просто смотрите, вся шоу-визовская тусовка в Америке, ну почти вся. Они захиловали, в общем, и Голливуд, и музыканты, и кто-то из музыкантов, даже Шер, и кто-то ещё говорили, что они эмигрируют. Да, там же хакнулся сайт канадский даже по миграции. Да, да, да. Всё-всё-всё-всё. Это можно понять, почему. Те, у кого власть сейчас, и те, кто может что-то реально предложить артистам, наверное, артисты, они отчасти, как сказать, я не хочу назвать это слово, но, наверное, так было всегда. Ну, обладатели такой вечной профессии, то есть, артисты зачастую продажен, такое часто бывает, коммерческое. Ну да, Колчаку приписывают заявление, что при входе в город, там, по-моему, музыкантов, актёров и конституток. Да, ну что-то такое. Да, ну потому что они, кстати, уже к журналистам это сферы сервиса, это Колчаку, правда, все претензии. Ну, на самом деле очень спорный вопрос, потому что непонятно, должны ли музыканты, вообще люди из творческих профессий как-то обозначать своё отношение, потому что у каждого есть поклонники, фанаты. Мне кажется, что, ну, как раз-таки у музыканта, у каждого вообще роль такого, ну, роль человека, который ведёт за собой, который, ну, конечно, если есть люди, которые преклоняются перед его творчеством, перед его идеями, он должен что-то им говорить серьёзнее, чем вот туда-сюда, гуляем, танцуем, девочки, мальчики. Мне кажется, что… То есть, получается, что он должен брать ответственность за свою аудиторию. Ну, конечно, конечно, определённо. И что-то ей определенное нести, скажем такое, роль учителя, можно сказать, для себя. Я думаю, что вообще роли отведены для разных людей, разные. Есть люди, которые коммерческие совсем, музыканты, которые всегда и везде, это такой мир, но всегда должны быть и Пушкины. То есть, серьёзные такие, как сказать, земфиры. То есть, у кого надо на дуэлях отстреливать. Да, да. А Вы, насколько я понимаю, приятельствуете или дружились с Димой Биланом? Ну, мы общаемся, мы дружимся. То есть, Вы знали его ещё до того, как пошли на головность? Мне представляется… Билан, я помню, ты его прямо в самом начале, когда Юэль Зешпиц его всем представлял. Мне кажется, он такой вот совершенно человек, как раз то, что называется словом, политичный вообще. Вне этого всего. Аполитичный. Да. То есть, не интересующийся ничем. Всё верно. А Вы разделяете пристрастие Билана по диете, скажем так? По диете? Ну, по употреблению тех или иных ингредиентов пищевых. Ну, я не знаю. Я об этом с ним как-то не общался и вообще об этом не думал. Если разделять, то, наверное, мнение человека по поводу тех или иных событий в мире. А по поводу и диеты, я думаю, это ближе к девушкам. Они друг с другом делятся, что есть, что не есть, что одевать. Поэтому я от этого далёк и что-то разделяю, что-то нет. От чего? Я говорю, я далёк от диеты, обсуждения этих вопросов. Мне это не интересно. Лучше про музыку, что-то спросить. Про музыку Билана Вам нравится? Куда-то улетели товарищи журналисты. Музыка Билана нравится? Ну, из ранних работ нравится музыка. Последние работы те, что пишу я, нравятся. Я же ему пишу. А Вы пишите для Димы? Я пишу и для Димы, и не только для Димы. Я занимаюсь написанием. Какого ещё? Ну, много артистов. Я в основном сейчас молодым пишу. У меня своя музыкальная саунд продакшн компания. У нас студия своя, где мы выпускаем сейчас молодых новых артистов. Ну, не так их много. Это сейчас девушка одна есть, белка. Я сам с собой занимаюсь, если я музыку пишу. И, естественно, когда у меня есть время и желание, если есть интересная работа, то Билан, он очень делает качественные продукты, если он что-то просит помочь по тексту, по музыке. А Вы и текст, и музыку? Я всё сочиняю. Я аранжировку пишу. Я вообще изначально музыкант. Я не люблю себя называть артистом, певцом и так далее. Как-то намного все шире. Я всегда спрашиваю, потому что меня Александр Борисградский озадачил в своё время рассказом про то, как он работает. То есть, он работает просто как на производстве. То есть, он получает задания – музыка, фильм. Он садится и выдаёт. А некоторые работают по… Их осенило, пришло к ним вдохновение. И они взяли и выбрали. Вы к какому типу? Ремесленника или… Я к тому и к тому типу. Я могу себе дать чёткую установку. И не раз так бывало. И для кино мы писали, и делали по чётко поставленной задачи. И бывает так, что я просто могу дома… У меня дома тоже… То есть, можешь взять… Могу сесть просто, налить чайку себе, сесть и вдохновиться на что-то. У меня вообще непонятный механизм. То есть, я настолько далёк от сочинительства музыки, что мне никогда вот этот вот процесс… Как это же что-то божественное… Это как-то должно что-то свалить. Ну, аппетит. Можно себя заставить… Вдохновение можно вызвать для себя. То есть, это уже профессионально… О, это интересно, да. Аппетит приходит во время еды. А, ну всё-таки, да. Сначала нужно заставить себя работать. Первые мгновения работы, первые часы, возможно, они очень тягостные такие, не очень хочется что-то делать. Но нужно себя прям заставить. И как только ты вот заставишь, ты входишь вот в это всё и начинаешь уже плыть, и уже ты не можешь себя остановить, потому что главное – себя настроить и вот вызвать это вдохновение. А иногда бывает, ты уже вдохновлён, и какие-то тревожат мысли. Так же, как с песней, которую я сегодня для вас презентую, «Небо над нами». Это вот всё, что, как говорится, вот вокруг оно всё, и это всё действует на тебя, эти новости, события, близкие, которые стали далёкими, и как-то садишься, и у тебя в душе вот так камень этот, и ты должен его скинуть с души, как с обрывом освободиться от этого. И приходит такая вот музыка, такие песни. И садишься, и всё делаешь, аранжировку полностью, полностью всё сам. Когда всё сам делаешь полностью, ты ни от кого не зависишь, ты точно знаешь, что тебе нужно. И вот однажды, когда-то я пришёл к тому, что сейчас уже делаю всё сам и не представляю, как можно работать, чтобы кто-то что-то тебе делал, если ты чётко знаешь, как ты хочешь. А со скольки лет вовлекаетесь вообще музыкой? То есть, когда вы поняли, что это будет вашей профессией, скажем так? Я думаю, что я понял это лет так в 18-18. То есть, не в школьном возрасте? Не в школьном. В школьном возрасте я мог петь, что-то баловаться. А слушали? На чём вы выросли? Вообще, я вырос на Stingy, Stevie Wonder, группе Queen. Я мало слушал русскоязычной музыки. Ну, вообще, там это попса, у нас это не попса. Ну, полис всё-таки, ну, полис, ну, там, я не знаю. Отец привозил кассеты из США, там он по работе ездил. А кем он работал? Ну, он инженером был, то есть, в основном то так, но что-то там какие-то, точно даже не помню. Что-то вот в этой области фирма у них была, и им нужно было ездить в Америку в командировки. И он привозил кассеты, Stevie Wonder, то, чего у нас было невозможно, трудно достать, скажем так. И на этом я вырос на музыке такой. Хотя я слушал какие-то русские, я помню, Богдана Титамира слушал в то же время. А, да, ты же вроде хип-хоп слушал. И хип-хоп, а хип-хоп чуть позже. Хип-хоп чуть позже пришёл, я влёкся хип-хопом. Наверное, был даже рэпером несколько лет. Сочинял хип-хоп-музыку, то есть, рэп читал. Возвращаешься к этому почему-то. Ну, это неотъемлемая часть. Хип-хоп – это очень глубокое, серьёзное направление со своей историей. И, конечно же, это грув, это всё построено на ритмах, и это классно. То есть, нельзя это взять и сказать, что это несерьёзно. Ну, как элементы в творчестве можно взять. А? Ну, ты в одном интервью говорил, я видела, не помню кому, что для тебя это был протест своего рода, что там… В хип-хопе можно было очень хорошо излить душу. Там другая размерность. Ты мог больше сказать, и это как стихотворение читалось. И там, естественно, в хип-хоп изначально музыка – протест. Афроамериканцы выражали протест в Америке, ну и у нас это также унаследовалось то, что в хип-хопе мы можем выражать свою мысль. Я возвращаюсь, как сказать, я это использую как некий элемент. Элемент, который вставляю в свою музыку, и там есть часть, допустим, рэпа. Шла песня, песня, песня. Как даже в популярной песне – это музыка, которая одна из первых, на которой как раз я снял клип «После новой волны». Там поётся, поётся, день как всегда начнётся. А потом вдруг хип-хоп. Отрезок такой. В паутине улиц, в суете машин. Где-то там мы продолжаем жить. В городе этой вечной суеты. Мимо нас все наши мечты. А знаешь, счастье придёт, когда весь миг. Пошло, пошло, поехало. А что бы ты назвал попсой? Какую музыку? Вот сегодня в России. Попса – это всё-таки не поп. Поп-музыка – это Мадонна, это Майкл Джексон, то есть это фирмачи, которые довольно-таки понятно выражают свою музыку. Она по форме понятная и запоминается. Но попса, по мне, так это что-то такое обидное. Обидное в плане обзывательство музыкантам, которые делают слишком примитивно, нарочито примитивно, чтобы влезть в голову. То есть на радио играет музыка, и бывает такое же, что мы её невольно для себя запоминаем, но она нам неприятна. Но всё равно она крутится в голове. Настолько всё элементарно, настолько всё просто, и вот прям вот обезьянка, знаете, стучит в тарелки. То же самое происходит в голове, что вот это, наверное, есть попса. То, что мы как зомби невольно становимся, на нас испытывают какое-то оружие, не знаю, это называется попса. И это не круто. Это не есть рост. Ну да, такое же повсюду происходит, послушайте радио. Но Киркоров попса? Не всегда. Но порой. То есть у него есть вещи. А Пугачёва? Ну, я думаю, что Пугачёва, как можно назвать попсой, у неё столько замечательных песен, и сложные песни есть. Например? Вот с вашей точки зрения профессионального музыканта сложные? Например, привести пример из песен Пугачёва. Но я даже не буду брать те песни советских времен, потому что они действительно все такие, они непростые песни. Бриджи, переходы. Они хитами становились, но там и время было другое. В 90-е сломали всю историю нашу. Да? Да. Мне кажется, что в 90-е годы как раз-таки взяло вверх вот это, не знаю, «Бухгалтер», «Милый мой», ну и это всё… Очень заводная песня. Она заводная песня, но она послужила… А вы даже знаете эту песню? Конечно. Она, конечно, все знают песню эту. Ну, там очень простые стали формы в музыке, очень простая мелодия, очень простая гармония. Если в Советском Союзе мы наблюдаем оркестровку, джазовые композиции, даже мы помним в Никулин, помните песню, или «Где-то на белом свете…» Играет саксофон, играет живой бенд. А Никулин, я вспоминаю песню про зайцев тоже. Про зайцев? Такие проигрыши, такие пассажи. Это живой джазовый саунд, это реально сложные гармонии, но при этом это в душе у нас засело, и мы об этом вспоминаем с приятным оттеплением в душе. Мы помним об этом. А вспоминая о «Бухгалтере», и об этом она на пеплоходе музыка играла, то, что восторжествовало в 90-х годах, это синтюковая элементарная музыка. Синтюковая – это только синтезаторы начали появляться в США. Или отражение того, что было времени, или наоборот? Вы знаете, все ломается, я свидетелем был этих времен, мне было года четыре, наверное. Я поэтому не могу анализировать, но вспоминая… А ты какого года? Я вот с седьмого. Ну я тоже свидетелем. Вспоминая всю эту историю, вот сейчас анализируя, из уст родных или просто в интернете, вспоминая, как все произошло. Слишком людям было не до музыки как-то. Мне кажется, сложные времена были, что поменялось все, и почему-то… не знаю, как объяснить. Ситуация такая, что почему-то музыка стала элементарнейшей, почему-то на музыке отыгралась природа, я не знаю, именно в эти годы. Почему вопрос? Реально были живые, красивые композиции, чуть ли не Фрэнка сенаторовские такие вот, и у всех были, помнится, даже Абадзинский был, помните? Это ещё с тех времён шло, но примерно… Я вот когда был… недавно фильм был Абадзинском, и я заинтересовался, послушал, поскольку я не профессионал, то есть я вообще не понял, о чём это… Фильм? Нет, нет, фильм-то я понял, о чём. А что? В смысле, вот он меня ни вокалом не поразил. Да, ну прекращайте. Потрясающе. Этого рецептора у меня нет, я же объясняю, что я просто потребитель музыки, я не профессионал. И я про него не понял. Женщины плакали, рыдали, вешали постеры в те времена. Ну, женщины-женщины розни, вот о чём речь. Знаете, женщины рыдают и на Джигурду, который не самый мощный вокалист, я вам скажу. Я вас серьёзно говорю о том, что потрясающий голос, и даже некий прообраз Абадзинского появился уже в современности. Вы помните певца Никиту? Мы вспоминали… Это тоже проект Юры Эзеншпинца, да. И вот Никита, один из первых, правильно, его таких проектов, вместе с группой. И вот у Никиты и у Абадзинского, у них очень похожие тембры. У Никиты это прям год-два было его, а потом… Но он так же был крут, просто, мне кажется, не дожали. Мне кажется, он был очень просто недисциплинирован. Ну, это уже личностные качества. А вот голос, мне кажется, даже Эзеншпинца понимал, кто такой Никита, и по стопам кого забытого ранее в Советском Союзе, я ссылаюсь на Абадзинского, идёт сейчас вот этот исполнитель. Ведь голос действительно очень-очень такой прям воздушный, очень мощный темп. «Ты меня спасала, сейчас, когда я уходил…» А где он сейчас функционирует? Да, я слышал, что у него там как хаос какой-то проект, то есть современной музыки. Да, он сейчас электрончил. Электрончил. Ну, те песни, я помню, очень классные, песни очень классные. И голос, и песни классные были. Вот альбом у него вышел, они улетели навсегда. Странно, что вы помните, потому что для меня как-то мелькнул, только потому что это был один из проектов Юрия Шмильевича. А мне кажется, многие помнят. На самом деле, мне кажется, наши ровесники, потому что на дискотеках его включали и всё. Так что вот такие вот дела. В общем, возвращаясь, мне кажется, что вот после 90-х музыка очень упростилась и стала такой прям попсовой. При этом, если мы говорим о нашей отрасли, нашей с Александром, то есть журналистикой, именно в 90-е появились специализированные музыкальные передачи и каналы. Музовоз, первая, собственно, передача такая о современной, скажем, музыке на тот момент. Акулы-пираты, то есть очень много было проектов журналистов. Ласковый май группа появилась ещё. Ласковый май, он был рекордсменом по чёсам. Согласен, согласен. Именно за счёт того, что это было просто доходчиво и очень искренне. Никто не спорит о том, что это как-то зацепило людей. Знаете, мы сейчас подходим к очень важному моменту профессионализм или месседж, какое-то послание. Потому что я в своё время помню с Андреем Державиным был такой проект «Сталкер», потом был клавишник группы «Машины времени» по сей момент. И мы сидели где-то с ним на берегу, и в этом заведении «Руки вверх» играли. Играли. Играли, да. Не в живьём, а в фонограммы. И я говорю, ну, Андрей, ну как вот это может быть столь популярно? Прямо миллионы девчонок. Он говорит, знаешь, они очень искренне. Очень важен, вот с его точки зрения, вот когда человек искренне, не просто он вот эти вот три аккорда вычислил, что вот это будет ум с отца, а что вот он, какой-то у него есть посыл. И вот некоторые считают, что это важнее, чем профессионализм, чем вот гармонии. Искренне наносить информацию. Да. Вот исполнять, вот с душой, что называется. Почему? Ну, вообще, я думаю, что изначально самый искренний будет человек, написавший сам свою музыку. Почему в 90-е так резко сократилось то число артистов, которые сами могут себе писать? Почему? Ну, почему? Перечислите, что Юрий Шанов сам себе писал? Кто ещё сам себе писал? Не знаю. Ну, вот. Никто, потому что. Стинг сам себе пишет? Стинг сам пишет, насколько я понимаю. Стиви Вандер сам? Сам. Да. Ну, взяли сразу. Не, ну, так это примерно, я говорю, те же времена, что у нас 90-е, то что и там. Там синка у нас. Юра Шатунов искренне поёт песни. Вернёмся сейчас в сегодняшние времена. Хорошо. Мы прошли эти 90-е, в которые всё испортилось и появились три года. Ну, мне-то кажется, что появилась просто попса. Не значит, что только попса. Ну, большинство… Ну, в принципе, да. Я, может быть, с тобой где-то соглашусь. Но смотри, сейчас у нас очень много появилось талантливых молодых исполнителей. Даже взять тот же голос, через который ты прошёл, через который прошло очень много талантливых ребят. Ну, нельзя попутать. В голосе не артисты появились, появились вокалисты. Ну, вокалисты. Я сейчас, как не профессионал, всё это обобщу. Это очень важно. Это важно. Просто петь песню красиво, мне кажется, могут многие доносить песню, писать песню и быть собой, не похожими на кого, не пародируя там Дженнифер Лопес или кого-то. В общем, я хочу сказать, ты не считаешь, что сейчас немножко проще стало в том плане, что появился YouTube? Ну, и проще. И, с другой стороны, переизбыток информации, он засоряет очень голову. Очень много всего. И хорошего, и плохого. И, в конце концов, человек не выдерживает и забивает и нажимает на ссылки, которые ему заведомо уже предназначены нажать. То есть, там тоже умы человеческие под контролем, в принципе. И что же делать раз все под контролем? Копить деньги и, когда выпускаете хорошую песню, вкладываете в SMM рекламу в интернете, чтобы у всех она возникала перед лицом, перед глазами они кликали и слушали хорошую песню. То есть, это не органические полмиллиона? Нет, почему? Не полмиллиона. Сначала мы просто дали толчок, где-то, наверное, толчок собрал 150-200 тысяч просмотров за один-два дня. То есть, чтобы песня появлялась с новостью в разных группах, в интернете. Ну, посев. Да, и этим занимаются сейчас все, и то, что мы сделали, это очень минимум прямо. Потому что звезды и все остальные, они вкладывают большие деньги, это больше миллиона. У нас же это 100 тысяч рублей. Я думаю, что это капля в море. А ты общаешься? И, в общем, люди просто увидели, а дальше уже начали раздавать друг друга, то есть пошла уже нормально. А ты общаешься по сети с фанатами, в комментариях отвечаешь? Да, конечно. У меня на странице ВКонтакте я сижу, у меня там вот своя группа людей, мы общаемся, и люди, которые еще с давних времен со мной, и они как родные уже, мы с ними общаемся и договоримся. То есть, такая коммуникация, она важная, ты можешь по ним мерить качество своей музыки? Ну, по ним навряд ли, ведь они со мной с самого начала, им все уже нравится. Но я думаю, я сам объективно, мне кажется, могу сказать, хорошая песня или нет. Я очень самокритичен, если делаю что-то такое с задними какими-то мыслями о том, а как послушать люди, а что сейчас в наше время, а стоит ли это того, я начинаю себя не отдергивать. А вы фанатов не побаиваете? Бывают же сумасшедшие? Да я не такой суперпопулярный, чтобы кого-то побаиваться. И вообще, почему-то мне повезло, наверное, мне адекватные люди в основном слушают. Наверное, музыка просто не для девочек, не для… Не вызывающая истерии? Не вызывающая истерия, не вызывающая, я не знаю, эпилепсию. Слушай, а блог ты тоже, по-моему, ведешь, да? У тебя канал есть? Да нет, я блог не веду, я просто какие-то видео могу снимать, веселые это все в рамках Инстаграма. Мне, кстати, понравилось видео обращение к однокласснице. А, да? Ну это просто веселая песня я написал. Смотри. Тебе нет ничего потом? Нет, а что? Адресат ничего? Нет, это вызывает определенные какие-то общения, разногласия. Ну это прям накипело там, я смотрю. Ну просто я вошел в некий образ. Это весело иногда. Делать такую разную музыку, которая вообще не формат. Я и так в основном делаю не формат, потому что раскрываю такие темы, которые на радио не крутятся, обходящие любовные всякие вещи и так далее. Мы про текстовый компонент говорим или о музыкальной форме? А по тексту музыкальная форма, в данный момент про текст. А вообще и в музыкальной форме я очень люблю нестандартные ходы, нестандартные формы, сдвоенный припев, бриджи разные переходящие в третьей части. Мне нравится это. По-моему, мы слишком зациклились на неких шаблонах. Хочется их расширять, музыка она безгранична. Раньше группа Pink Floyd 15-минутные песни писали и не парились. И все слушали вот так, вау, космос. А у нас сейчас 3.30 и все, никуда нет. Электронные не надо сейчас. Что есть? Есть сэмплы и по часу, и по полтора часа. Какие сэмплы? Хаус. Это склеенный просто, это сет называется. Это просто склеенные многие песни, это естественно хаус, там блок диджей, чтоб ставили, час он играет. Но нет, я говорю про общие форматы, радиоформаты. Вы же не поставите 15-минутный трек, даже 5-минутный не поставите. Вы скажете, ой, это не формат, это как-то длинно, даже не подумая о том, что песня реально целостная в этих 5-минутных. Как ты считаешь, что такой поиск не формата уже везде он к чему-нибудь приведет? Да ни к чему, к отуплению приведет. Формат это изначально. И поиск не формата, наоборот. А, поиск не формата. Ну а как мы его ищем? Пробуем что-то новое, совмещаем. Кто пробует? Я пробую, я пробую, еще пару человек. Но я думаю, что может приведет, если вы чаще будете таких ребят вызывать к себе, и они будут вам об этом рассказывать. Наверное, к чему-то приведет. Но мне кажется, что мы все люди, мы все любим свободу. Формат это образ и заключение в какие-то рамки. Мне кажется, с другого конца надо идти, надо публику готовить. В школе ведь сейчас нет уроков пения вообще. Хоровое пение. Есть в школе, да? Да, будет хоровое пение. Надо же. Долгий период не было в школе вообще. Должна быть культура у потребителей. У меня в школе пение было постоянно. У меня в школе было пение. 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 А сейчас, я просто не знаю, сейчас действительно стали сокращать все эти. Да. Был период, когда не учили вообще. Нет, у нас была тоже музыка. В общем, на вот этой вот ноте о музыке мы как раз заканчиваем. У нас в гостях был Андрей Гризли, молодой исполнитель, композитор и участник шоу «Голос» и всяких таких программ. Спасибо. До свидания. Спасибо, ребята, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok